В связи с событиями на Украине, на Россию обрушилось огромное количество санкций. И есть те, которые вызвали особо яркий резонанс в обществе. Например, закрытие сети Макдональдс. Это не самое страшное, что с нами могло случиться. Однако, вызывает интерес, чтобы изучить психологию этого заведения. Многие в последние дни закрытия пошли быстрее в сеть, чтобы успеть попробовать бургеры и в последний раз соприкоснуться с этим рестораном. Но откуда такое особое внимание именно Макдональдсу? Почему нам хочется туда ходить? Что конкретно создавало приятную атмосферу в ресторане? Почему люди возвращаются, хотя прекрасно знают, что еда в Макдональдс не совсем полезная, а по оценкам некоторых экспертов даже приятная? В этом выпуске я вместе с вами постараюсь понять, как рестораны быстрого питания привлекают нас и почему туда хочется возвращаться. Производство в Макдональдсе сложная система. Не только технологическая, но и цифровая. Представьте, сколько всего данных сейчас в компании. И все это анализируют аналитики данных. Так, Макдональдс анализ данных помог понять, что уровень удовлетворенности клиентов на 20% выше там, где работает хотя бы один сотрудник старше 60 лет. В числе других преимуществ оптимизация расходов, контроль бюджетов, нагрузки, реорганизация автоматизированного цикла, систем мониторинга и контроля качества. И все это заслуги аналитиков. С анализом больших данных в той или иной степени сталкивается более 90% компаний. Показал опрос IDC. А средняя зарплата таких специалистов составляет 130-150 тысяч в месяц. Данное направление сейчас востребовано, как никогда раньше. Поэтому если вам интересно получить аналитические навыки, чтобы вырасти в карьере или освоить новую перспективную профессию, то я советую курс Data Analytics в Skill Factory. На курсе будет максимум практики. Научитесь работать с данными и делать выводы на основе их анализа. Профессионально работать с Google таблицами. Использовать SQL и Python для решения аналитических задач. Строить отчеты в Power BI. На курсе также будут занятия с экспертами из топовых IT-компаний. Поддержка менторов на всех этапах обучения. Стажировки и хакатоны. И индивидуальная подготовка к трудоустройству. Skill Factory является одним из топов на рынке онлайн-образования. Это доказывает множество отзывов, которые оставляют люди после обучения. А средняя оценка студентов 4,7 из 5. Сейчас самое время начать осваивать новую профессию и активно двигаться. А не ждать, пока кто-то устроит за вас вашу жизнь. Поэтому прямо сейчас проходите по ссылке в описании. И записывайтесь на консультацию по курсу. И начните осваивать новую профессию. А по промокоду MENTAL будет действовать максимальная скидка 45%. Удачи! В рестораны быстрого питания, в том числе и в Макдональдс, хотят возвращаться, потому что в них по какой-то причине комфортно и приятно находиться. Эта комфортная обстановка очень хорошо сочетается с низкими ценами. Поэтому фастфуд всегда привлекает жителей города. За счет правильно выбранного расположения торговой площадки, продуманного интерьера и целой системы привлекательных для потенциального клиента локаций, в Макдональдс хочется оставаться. Первая особенность состоит в том, что точек продажи продукции Макдональдс очень много. Это значит, что человек, живущий в крупном городе, просто не имеет шанса пройти мимо. Всего открыто более 38 тысяч ресторанов. В декабре прошлого года в России было 760 фастфудов. За год они обслуживают около 1,5 миллиона посетителей. По данным Forbes, это делает Макдональдс крупнейшей сетью фастфудов в мире. Но Макдональдс берет не только открытием новых ресторанов, но и модернизацией старых. Бренд не боится изменений. Он полностью обновляет все рестораны, причем и снаружи, и изнутри, каждые 10 лет. Это позволяет Макдональдс строить свой имидж сразу в двух направлениях. С одной стороны, бренд сохраняет свое основное меню и поэтому сохраняет за собой статус одного из наиболее старых фастфудов. С другой, он следует современным трендам в технологии пищепроизводства и обслуживания клиентов. В конце октября компания начала вводить бургеры на растительном белке в свои рестораны в разных точках мира. Это значит, что Макдональдс, ранее работавший только с мясными продуктами, готов кардинально менять технологии ради того, чтобы оставаться актуальным. Чтобы лучше разобраться в том, как бренд добивается лояльности и внедряется в городское пространство, разберемся, как он действует в Петербурге. Втором по распространенности фастфуда в городе России. По данным Яндекс, в Санкт-Петербурге есть 81 торговая точка, зарегистрированная под брендом Макдональдс. Есть несколько принципов, по которым принимается решение, где расположить каждый новый филиал. В первую очередь их делают там, где в сутки проходит наибольшее количество человек. Это привокзальные площади, а также туристический центр города. Несмотря на финансовые возможности, компания не спешит выкупать или арендовать торговые площадки непосредственно на главной улице города, на Невском. Там находится лишь одна точка. Еще четыре расположены в некотором удалении от центральной улицы. Вероятно, дело тут не в экономии. Узнаваемый мировой бренд окупался бы, так как по Невскому ежедневно проходят тысячи иностранных и российских туристов. Ну, по крайней мере, раньше. Надо учитывать и законодательные нюансы. Макдональдс традиционно размещает довольно крупную рекламу и собственные логотипы, которые за счет яркости перетягивают значительное внимание на себя. Делать это на центральной улице Петербурга невозможно из-за предписаний местных властей. И они запрещают размещать на Невском крупные баннеры. Все ради того, чтобы сохранять исторический облик зданий. Можно предположить, что решение располагать рестораны на некотором расстоянии от центральной улицы обусловлено тем, что Макдональдс пытается более органично влиться в городскую среду, а также захватить дополнительную аудиторию. Ту, что проживает в центральном районе Санкт-Петербурга, а не просто прогуливается там. Именно для этого рестораны выводят за главные улицы на более маленькие. При этом следя, чтобы близость к метро и соотседство с другими точками, притяжение супермаркетами и большими фудкортами обеспечивало достаточную проходимость. Но выделяются рестораны Макдональдс не только благодаря своему удачному расположению. У них есть выработанный фирменный стиль. И речь даже не о меняющемся логотипе. Цветовая схема, которую используют корпорации, имеет большое значение. О том, как воспринимается цвет в зависимости от разных факторов, я подробнее рассказывал в одном из своих чек-листов, которые я, скорее всего, размещу у себя в Телеграме. Я люблю оставлять там интересные заметки, которые можно оперативно использовать. В случае с Макдональдс можно говорить, что теплые цвета, используемые в логотипе и фирменном стиле, активизируют работу мозга, концентрируют внимание на себя. Возбуждение, которым человеческая психика реагирует на насыщенные оттенки красного и желтого, приводит к принятию более быстрых решений. В этом и состоит ключевая цель продавца – привлечь к себе человеческий взгляд и спровоцировать продажу за кратчайшее время. Об этом знают не только дизайнеры Макдональдс. Обратите внимание, хотя бы один из перечисленных цветов используется в дизайне других популярных фастфудов. И это не случайность. Из всех логотипов можно выделить только Subway. В нем используется сочетание теплого желтого с зеленым. Это решение можно считать выигрышным по сочетаемости цветов. Она повышает положительный отклик у аудитории. Однако интуитивная ассоциация с быстрым темпом обслуживания и необходимостью принимать поспешные решения о покупке не возникает. Лучше любых цветовых кодов о том, какая атмосфера создается внутри торговой точки, говорит планировка пространства. Тут у Макдональдс тоже все нормировано. Минимальная площадь помещения – 400 квадратных метров. Участка – 2000 квадратных метров. То, как нужно располагать зону выдачи заказов, зону готовки и зону приема пищи, тоже предопределено. И это сделано не случайно. Зона входа и выхода из Макдональдс имеет довольно маленькую площадь. Все из-за того, что она обставлена по периметру посадочными местами. Это выполняет сразу три задачи. Провоцирует желание продвинуться дальше, создаёт подсознательное впечатление востребованности места и необходимости конкурировать за право поесть здесь. Наконец, такая особенность увеличивает количество мест для посетителей, то есть создаёт возможность большему количеству людей с комфортом оставаться на территории ресторана, а не забирать еду с собой. Следовательно, у человека появляется возможность провести больше времени в ресторане. А чем дольше клиент остаётся, тем выше вероятность повторного заказа. Довольно широкий проход между столами от входа до кассы и терминалов образует идеальное пространство для очереди, если посетителей слишком много. Обычно терминалы ставят рядом с кассами, чтобы люди после оформления заказа сами собой оказывались в зоне ожиданий и не мешали тем, кто уже получил еду. Но у некоторых заведений предусмотрены и уличные терминалы. Это удобно, когда Макдональдс находится в торговом центре или на проходной улице. Ресторан быстрого питания получает доступ даже к торопящимся заказчикам. Ход, который использует Макдональдс на этом этапе, заключается в открытой кухне. Большая часть ресторанов, не нацеленных на быстрое приготовление пищи, наоборот, скрывает процесс кулинарии. Но с Макдональдс все работает иначе. Тут кухня специально демонстрируется. То же самое можно видеть и у конкурентов. Бургер Кинг, Сабвей или Киевси. Зачем фастфуды так делают? Во-первых, так создается впечатление, что компании нечего скрывать. Любой заказчик может спокойно наблюдать за сбором бургеров или за тем, как варится в кипящем масле картошка фри. Во-вторых, такое решение экономит деньги на зонирование. Наконец, на покупателя происходит сразу несколько воздействий, потому что в дело вступает несколько органов чувств. Зрительное и аудиальное восприятие открытой кухни позволяет почувствовать причастность к процессу. При этом происходит третье воздействие. Воздействие на обоняние. Вообще о том, откуда именно берется характерный запах фастфуда, до сих пор спорят. Существуют даже конспирологические теории, которые объясняют, что аппетит провоцируется из-за специальных запахов. Запахи эти якобы распыляются рядом с кухней, чтобы поддерживать у человека желание поскорее съесть заказ, а в идеале дополнить его новыми блюдами. По словам сторонников этой теории, производством так называемых ароматизаторов для кухни занимается компания International Flowers and Fragrance, один из крупнейших мировых производителей парфюмерного сырья. Называют четыре запаха, которые используют для создания необходимой ароматической атмосферы в ресторане. Жареный лук, жареная картошка, жареный бекон и свежий хлеб. Однако сотрудники компании отрицают, что в ресторанах используются специально созданные запахи. Они утверждают, что из зала можно ощутить запах фрютирного масла. Его заменяют раз или несколько раз в сутки, как правило в ночное время. Именно поэтому, чем ближе закрытие торговой точки, тем более выраженным становится тот самый аромат. Каким бы ни было происхождение запаха, он тоже сказывается на ощущении от нахождения в ресторане. С ним еда кажется гораздо более насыщенной по вкусу. Вообще, именно на вкусе держится значительная доля популярности фастфуда. Однако рекомендации по питанию от ВОЗ делают акцент на отказе от продуктов, прошедших промышленную обработку. В них может зашкаливать количество сахара, соли, жира и при этом недоставать клетчатки, витаминов и белка. Именно такие продукты и находятся в основном в меню фастфудов. Ради позиционирования своей продукции как здоровой, производителям невыгодно кардинально менять рецептуры, превращать свои бургеры в полноценную ресторанную пищу, которую нужно долго готовить. Это подорвет концепцию заведения, ведь фастфуд отличает малое время употребления и приготовления пищи, отсутствие столовых приборов или их упрощения и прием пищи вне стола. Чем же Макдональдс компенсирует эту репутационную брешь? Во-первых, низкой стоимостью пищи. Во-вторых, созданием альтернатив. Пускай на деле и иллюзорных. Вспомните морковные палочки или яблочные дольки, которые до сих пор есть в меню. Бренд как бы говорит покупателю, мы готовы дать вам здоровую пищу. Вот только малая доля потребителей сможет пересилить себя и приобрести в таком месте именно полезный продукт. Соблазны только усиливаются из-за местных интерьеров, ранее упомянутой открытой кухни и близкого расположения посадочных мест. Все столики в Макдональдс имеют разную высоту. Есть стойки, за которыми можно сесть в большой компании. Есть обычные столы для двух посетителей. Встречаются даже изолированные зоны для тех, кто хочет поесть в одиночестве. А вот саббэй, который также является довольно популярной фастфудной сетью, подход кардинально противоположный. Основные посадочные места представлены столиками или стойками единой высоты. Это дублирует систему обычных ресторанов. При этом рассадка в саббэй более плотна, чем в них. Можно предположить, что дело в банальной экономии места и более бюджетном проектировании пространства. Однако есть вполне конкретные научные данные о том, что окружение, будь то сосед с близкого столика или человек, с которым ты пришел в фастфуд, способствует перееданию. А переедание, в свою очередь, приносит выгоду владельцам ресторана. Так, в журнале «Физиологическое поведение» была опубликована одна статья. «Количество съеденного во время еды людьми является степенной функцией количества присутствующих людей». В ней рассказывается о том, что в рамках эксперимента в одиночку люди съедали на 33% меньше, чем в компании еще одного человека. И чем больше компания, тем выше был процент съеденного. Именно поэтому представителям общепита есть смысл сокращать пространство между клиентами, которые выбрали опцию в зале. Система из узких проходов между столами, которые предлагает Макдональдс и ряд других фастфудов, в том числе в KFC и Burger King, уменьшает зону комфорта вокруг человека. Однако, в случае с фастфудом, это не вызывает тревожность. Скорее, наоборот, формирует ощущение единого сообщества, завязанного вокруг любви к продукции бренда. Однако, это будет очень сложно объяснить особенно сильным интровертам, которые при виде любого большого скопления людей испытывают сильный дискомфорт. Интересно, что члены этого сообщества совершенно разные. В 2009 году в журнале Американской диетической ассоциации публиковали исследования о том, почему люди возвращаются в заведение фастфуда. Самыми частыми причинами были следующие. Это быстро, ресторан близко расположен, вкусная еда. Ощущение общности, которое дает Макдональдс, поддерживает его доброжелательное отношение к разным категориям закачеков. Вообще, основной целевой аудитории, и это не скрывается, являются семьи с детьми. И тут бренд действует наверняка. Он покупает лояльность платежеспособных взрослых, выстраивая коммуникацию с детьми. Тут в дело вступает сразу несколько факторов. Во-первых, в Макдональдс довольно яркий, цепляющий внимание дизайн. Во-вторых, в меню ресторана представлены отдельные позиции, которые предназначены именно для юных посетителей. Наконец, компания следит за детскими трендами и умело использует их в собственных интересах. В зарубежных ресторанах часто можно увидеть аниматоров в фирменных костюмах клоуна Рональда Макдональда. Они также встречаются в рекламных роликах бренда. В отечественных ресторанах эта тенденция пока не прижилась. Предпринимаются лишь отдельные попытки привлекать потенциальных покупателей с помощью детских праздников. Скорее всего, дело в культурных особенностях. В постсоветских странах образ клоуна не так широко распространен, как в западных. На родине бренда в Америке 96% школьников узнает маскота Макдональдс. И это неудивительно. В информационном пространстве образ Рональда Макдональда там существует с 1963 года. В России значительно меньше. Поэтому, если компания решает воспользоваться услугами аниматоров в России, обычно они имеют костюмы, которые вызывают больше эмоциональный отклик. Зато в России активно используется стремление ребенка к собирательству. Коллекционные игрушки Макдональдс добавляют во все детские обеды из линейки Happy Meal. А рекламные компании подталкивают к тому, чтобы дети не останавливались на покупке только одной фигурки. Это же решение адаптировал для себя и Бургер Кинг. Комфортная среда распространяется и на взрослых. Ресторан дает им возможность расслабиться, отпустив детей играть в специально выделенную зону или смотреть мультики, выпущенные под брендом. И рекламные видео специально для детской аудитории. Тема семьи очень часто используется и в рекламе компании. Однако не только семьям с детьми хочется приходить в рестораны Макдональдс и оставаться в них. Лояльная ценовая политика привлекает фастфуд-представителей совершенно разных социальных групп. От подростков до безработных людей или пенсионеров. Помимо того, продуманное расположение торговых точек бренда позволяет привлекать туда офисных сотрудников, заинтересованных в том, чтобы как можно ближе и быстрее получить горячее питание. Что же может предложить бренд таким разным категориям покупателей? Главный ответ – быстрое и обладающее высокими вкусовыми качествами пищи с низкорыночной ценой. Причем как относительно полезное, так и не очень. Помимо этого, Макдональдс создает идентичность бренда, благодаря которому и поддерживается высокий уровень лояльности. В глазах потребителя Макдональдс должен выглядеть как место, где можно проводить время с друзьями, семьей или даже в одиночестве, чувствуя себя при этом частью большого комьюнити. Все это в совокупности показывает, как важно правильно определить целевую аудиторию и спланировать пространство с учетом ее предпочтений, представления о комфортной среде и возможностей. Мы можем с вами провести личное исследование. А напишите, почему именно вы ходили в Макдональдс, я почему-то думаю, что все туда ходили, что вам там нравилось и что заставило вас туда вернуться бы вновь. Будет интересно проверить статистику, насколько она совпадает с моими наблюдениями, анализом, который я провел и моя команда провела, подготавливая этот выпуск. Не знаю, вернется ли к нам Макдональдс в Россию, либо нам придется, если будет такая возможность питаться где-то за рубежом. Конечно, такую еду не нужно злоупотреблять. Понятно, остались конкуренты. Понятно, что конкуренты много перенимают технологий от Макдональдс, но мы понимаем, кто был родоначальником и навряд ли получится повторить точно такой же успех. Нужно понимать, несмотря на то, что конкуренты остались, существует значительное различие, хотя, казалось бы, визуально таких различий нет. И напишите, как вы считаете, в чем они состоят. А на этом у меня было все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в другах, не быть на шаг впереди. Если вам понравился такой, ну, это был все-таки экспериментальный формат анализа каких-то популярных бизнесов, может быть, заведений, то пишите, что бы вы хотели, чтобы я проанализировал в следующий раз и с какой стороны это бы рассмотрел. Напоминаю, что в случае нашей с вами утери, возможных блокировок, все ссылки на те сети, в которых я сижу, пребывают, я оставлю в описании. До новых встреч!